Всем приветики! Добро пожаловать ко мне! Ну что, сзади меня находится моя морозилка. Сегодня мы с вами сделаем заготовки на зимний период, овощей и фруктов, ягод всяких различных. Ну и плюс покажу, как я все это храню. Ну что, если вам интересно, оставайтесь со мной. Подписывайтесь, ставьте лайк и жду ваших комментариев. Запасаетесь ли вы как бы рудучки и хомячки или нет? Пишите! Ну погнали! Значит, заготовки. Сразу скажу, что делаю я их в 2 или в 3 вечера, не одним днем. Значит, первое, я заготавливаю кабачки. Конечно же, их нужно хорошенько промыть, обрезать им попочки, где там что плохое, тоже, естественно, обрезать. Значит, я заготавливаю просто кубиком для обжарки, там, зажарки, чего угодно, да и просто потушить. Я вообще люблю в яичницу их добавлять, тоже очень вкусно получается. Пакетик делаю кубиком. И на этом сегодня остановлюсь. Следующие я буду кабачки делать немного попозже. Сегодня у меня было вот немножко. Далее я беру ведро, значит, помидор. Помидор урожай в этом году очень большой тоже, ну и всегда много. Мою хорошенько помидорчики. Дальше хорошо иметь, конечно же, измельчитель дома, когда вот потом тебе не нужно это все тащить на своем горбу, на помойку, раз-два и готово. Значит, помидоры я буду нарезать слайсами, замораживаю, на пиццу добавить, какие-нибудь пирожки можно еще куда-нибудь, но в основном на пиццу, конечно, я это использую. Сразу скажу, что на пищевую пленку тонкую лучше это не делать, потому что потом зубами не отдерешь. У меня, к сожалению, не было пакетов, и я кое-как еле это отодрала. Но лучше моих подвигов не повторять. Вот пищевая пленка очень тонкая, из нее плохо отходит. Либо пакет, либо фольгу, но желательно, конечно, пакет. Фольгу, конечно, желковато будет, но ни в коем случае на пленке пищевой. Все, так помидорчики замораживаю, как только они заморозятся. Дальше их отдираю, раскладываю по контейнерам. Я замораживала два контейнера. В том году также у меня было два контейнера. В принципе, этого хватило. И достаточно будет. Далее беру также помидор, нарезаю кубиком. Это я добавляю. Когда тушу что-нибудь, там соус какой-нибудь сделать, суп там тоже в зажарку, в обжарку, без разницы. Также добавили, и очень вкусно получается. Вот я про это и говорила, то, что помидоры все поприлипли к этой пленке, но все равно они отдирались. Но, конечно, не с таким хорошим успехом, как если бы они были на пакете. С пакета все, конечно, уходит быстро и хорошо. Раскладываю в пластиковые контейнеры. Контейнеры я мою потом и использую на следующий год. Вообще, конечно, они одноразовые, но не может быть одноразовая. Если можно сделать многоразовым, то почему бы этим и не воспользоваться? Это очень удобно. Контейнеры, конечно, места побольше занимают, но как бы в морозилке у меня все места хватает, поэтому я не экономлю. Далее я решила еще в этом году заготовить персики. Просто так же их помыла, нарежу слайсами и буду использовать потом в пироги, в какую-нибудь выпечку, да или просто вот так вот похромкать, как ледышку. Детям это, кстати, очень тоже нравится. Они просто обожают всякие вот эти вот ледниковые вещи. Обязательно беру ценники. У меня это обычные ценники, продаются они в концтоварах. Также маркеры с тоненьким стержнем. Я там же покупала. Подписываю. Почему? Потому что потом это все, естественно, забывается, что это, как-то это морозило. И из-за этого я все подписываю. Плюс еще может на следующий год это остаться. Вот. И потом будешь думать, что это, откуда это взялось. Персики заморозились. Также на пищевой пленке плохо от нее отходило, но дала им немного подостыть, подразморозиться, согреться, и все отошло хорошо. Пакетик персиков заморозила. Посмотрим, что из этого выйдет, как они будут в пирогах себя чувствовать. Если что, у нас еще год еще больше заморожу. Обычно я их просто кубиком резала и замораживала. Также замораживаю еще ежевику. Больше не знаю, что с ней делать. В основном, либо в компоты, либо просто для украшения какой-либо выпечки. Использую, и все. Просто так ее можно даже поесть замороженную. Но как бы она не особо вкусная. Она какая-то просто безвкусная, и все. А в компотах и выпечке прекрасно себя чувствует. Два контейнера будет достаточно. Далее вернемся опять к кабачкам. Уже на следующий день у меня еще прибавилось в полку. Режу кабачки напополам. Далее выскабливаем всю эту серединку, все эти семечки. И далее их нужно будет еще сбланшировать в кипящую воду. Отправляю ровно на 2 минуты. Потом достаем их. Отправляем в холодную воду со льдом. И даем им остыть. Потом обсушиваем их. И в пакеты раскладываем. Таким же образом я еще сделаю кабачки в виде колечек. Просто их потом зимой нафаршировать фаршем. И будет прекрасно. То же самое беру, значит, удаляю семечки с серединки. Также бланширую просто в обычную воду на 2 минутки, как вода закипела, и достаточно. Воду солить не нужно. Обычная вода, и все. Таким способом кабачки не расползаются, держат свою форму. Ну и плюс они уже, ну не то что готовы, но как бы готовятся так быстрее. Они сырые будут, это точно. И то же самое я проделываю с колечками. Бланширую их, потом в холодную водичку, и по пакетам разложила, подписала, и в морозилку все это отправила. Конечно же, перец тоже не обходит меня стороной. Заготавливаю перчик, я его просто целый морожу, или же еще режу его на порционные кусочки, замораживаю. Но тут я в этот раз замораживала просто целый, потому что на порционные кусочки у меня его не осталось. Но я обязательно еще сделаю такую заготовку, тоже удобно. В яичницу добавить, в какую-нибудь рагу потушить, да куда угодно, просто там с мясом что-нибудь потушить. Перец очень удобен, тем более зимой он стоит как крыло самолета, очень дорого. А сейчас там 40-30 рублей, вообще шикарно. Я сделаю 3 пакетика, и будет достаточно. Это можно просто тоже нафаршировать, мясом набить, и вообще будет классно, так быстрая заготовка. Не нужно чистить, ничего делать, можно сразу и с мясом фаршировать. Все, также обязательно я его подписываю, потому что может остаться на следующий год, вдруг мы не съели. И чтобы знать, старая это партия, или молодая, чтобы быть на контроле и на чеку, когда и что это нужно есть. Все, с перцем покончено. Теперь следующее, я беру помидоры, режу их на порционные кусочки и тоже так же замораживаю. Как я и делала до этого, только теперь по маленьким контейнерам все это раскладываю, чтобы удобно было, как бы порционно достал один контейнер, разморозил его и добавил, куда тебе нужно. Далее берем помощницу, помощника. Муж, конечно, очень хорошо помогает в этом деле. Сегодня будет заготовка морковки и свеклы вечером. Значит, свеклу мы перетерли на терке. Вот такой сразу из мясорубки у меня была вставка. Получилось три тарелки и обязательно еще берем томатную пасту. Я буду делать борщевую заправку в этом году. Не знаю, делаю ее первый раз. Как получится, потом вам скажу. Прокатила она или не прокатила. В общем, берем две, значит, сковородки, выкладываем туда порционно свеклу, где-то вот по пол тарелочки. Наливаем туда по две столовые ложки уксуса, немного водички, по столовой ложке сахара и все тушим. Это на медленном огне до готовности, но это где-то минут 10-15 будет достаточно. И потом в конце, перед приготовлением, практически за 5 минут добавляем еще по 3 столовые ложки томатной пасты. Томатную пасту мы тоже заготавливаем сами. Сейчас позже расскажу. Как бы такую заправку для борща я всегда и делаю. Я только готовлю борщ. Но вот из заморозки я ни разу так не делала. Не знаю, потеряет ли свекла свой цвет или нет, но попробуем. Сделала на пробу 6 контейнеров, а там уже как получится. Оставшуюся свеклу я просто замораживаю. Тертую тоже очень удобно. Также достала ее, на борщ эту заправку сделал и готово. Не нужно вечно с этой свеклой возиться, руки пачкать, да и все остальное. Вот какой бардак от нее получается. Все везде грязное, все везде красное. Но как иначе? Никак. В том году я заготавливала два пакета, мы их полностью все использовали. В этом году я решила сделать один пакет и оставшийся сделать просто вот такую заправку. И остатки томатной пасты я раскладываю вот по таким контейнерам. Я это придумала сама. Просто осенило меня один раз соевый соус. Ели я думаю, глянь, надо так замораживать. Очень удобно. Раскладываешь по 2 столовые ложки. Обычно используешь столовую 2 ложки и достаточно этого. Потому что, когда открываешь банку, потом, естественно, она пропадает. Ну, я просто замораживала по столовой ложке порциона. А вот в таких контейнерах тоже очень удобно. Потом также они моются и второй раз используются. Теперь заготовка моркови. Морковку мы просто также натерли. Получилось у меня 2 тарелочки. Одну тарелочку я также заморожу. И одну сейчас сделаю обжарку. Значит, свекла у меня тем временем приготовилась. Я все делаю параллельно. Даем ей остыть и потом буду раскладывать также в порционные контейнеры. Контейнер разложила, заморозила все это. Потом просто зимой достала. В борщ до готовности добавила. И все. Красота и милота. Далее. Добавляем масло. Режу лук и делаю зажарку. Я тоже ее замораживаю. Это очень удобно. Так еще в 3 раза быстрее готовится суп, когда тебе не нужно с этими сковородками возиться раз-два и готово. Все прекрасно замораживается. Лук себя прекрасно ведет и морковка тоже. А как это удобно! Ну, это просто не словами передать, не песней описать. Просто советую всем, кто еще не делал, делайте обязательно зажарку заранее. Просто это сильно очень выручает. Вот. Ну, если у вас как бы времени вагон, то и не обязательно делать. Но можете и сделать. В общем, обжариваю морковку с луком до готовности. Потом даю им остыть. И также перекладываю все это в пакет. И обязательно подписываю. Оставшиеся морковь я формирую по пакетам. У меня вышло два пакета. Пакеты сильно не нужно набивать, а то потом они образуются ледяным комом. И эту морковку потом и зубами не раздолбаешь. Это не очень удобно. Вот так вот тоненьким слоем набили, распределили. Лишний воздух можно трубочкой отсосать и все будет прекрасно. Все. Как я и говорила, свеклу разложила, заморозила и порядок. Субтитры сделал DimaTorzok Ну и теперь вернемся опять к кабачкам. Кабачки трем на терке. Сегодня у нас терка в ходу. Я их замораживаю также в пакетах тоненьким слоем. Использую либо в запеканке, либо оладушки, либо вафли я делаю с них зимой. Очень удобно. Да, с них, конечно же, выделяется немного больше жидкости, но отжал и все хорошо. Все прекрасно. Как бы свои кабачки, тем более летом, когда их некуда надевать, а их всегда у всех очень много, то такой способ очень выручает. Ну и плюс зимой ты к ним не так же относишься, как летом. Летом ты уже на них и смотреть не можешь, их везде навалом. А зимой как бы с удовольствием бы и съел их. Все, заморозка готова. Давайте покажу теперь, что я заморозила вообще конкретно. На всю зиму заморозку я больше делать никакую не буду. Все, нам этого хватит. Три пакетика моркови. Вот эта морковь осталась с прошлого года. Еще в том году я замораживала тоже три пакетика, поэтому в этом году два подморозила и все. Один пакет свеклы в том году я два замораживала. Я исхожу из того, что мы поели в том году и сколько нам нужно было. Зажарка. Ну, это, понятное дело, не на зиму, на всю, в общем-то. Ну, в любом случае, на какое-то время. Кабачок кубиком. Кабачок тертый. Два пакета. Помидорки слайсами резанные. Значит, капуста цветная. Это с того года тоже осталось. Мы ее не съели, поэтому в этом году не буду ее морозить. Кабачок такой-такой. Персики. Персики еще подмороживаю, потому что их много, девать некуда. Дальше перец. Четыре пакета. Перца мы много едим, поэтому его много тоже. Грибы. Шампиньоны и на тушение, и на пиццу. Дальше помидор кубиком резанный. Это либо в яичницу добавлять, как я и говорила, ну, либо куда-нибудь еще на тушение. Там ежемалина три пакета. Малина. Вот она тоже на компоты. Черная смородина. Это борщевая заправка. Вот шесть контейнеров. Еще раз же ежемалина. Два пакетика петрушки. Два пакетика укропа. И там еще снизу тоже стоит черная смородина. Вот такой большой ящик с клубникой. Еще там у меня пару пакетиков есть. Но я не стала вытаскивать, потому что тут полностью все клубника ящиком забито. Клубника, кстати, разлетается у нас в самую первую очередь. И она самая первая кончается всегда. Ну, в общем, вот такая у меня глобальная заморозка на зимний период. Вот этого всего нам хватает. Как бы впрок я не заполняюсь, а то, что съедим, то я и запасаюсь этим. Чтобы лишнего тоже не оставалось. Съели и молодцы. Ну, а теперь давайте покажу, что и как у меня тут лежит в этом моем красавчике. Обожаю свою морозилку. Значит, первая полка у меня тут клубничка. Овощи разные, фрукты, вернее, ягоды. Тут тоже полностью ящик с клубникой. Значит, второй ящик тут овощная заморозка. Вот, все видно, хорошо, доступно. Открыл, достал, что тебе нужно. Тут у меня тоже овощи разные. Это у меня ягоды. Ну, и перец сюда затесался. Дальше тут тоже все, что не влезло. И, вернее, по мелочи осталась зелень. Ну, и все такое. Вот томатную пасту очень удобно замораживать таким способом. Эти контейнеры потом моются. И все. Ну, и тут это у меня фарш, туз и бульон. Все. Вот такая у меня морозилка. Еще место осталось. В принципе, еще можно что-нибудь подворозить. Ну, наверное, пора остановиться. Хватит уже. Укомплектовала. На зимний период я готова. Нам на 4 человека этого вполне хватает. Даже еще кое-что остается. Так что жду ваших комментариев, чем же запасаетесь вы. И ваших также советов, лайфхаков. Ну, а я буду сегодня с вами прощаться. Желаю вам всем отличного настроения. Пока-пока.